Друзья, начали очередную запись. О чем? Значит, мы сняли две серии. Речь шла о, начиная вот отсюда. Речь шла о том, что можно ли семечек, скосочек вырастить полноценные плоды. Вот почему эта тема волнует. Сейчас скажу еще кое-что. Добавлю еще кое-что. Дело в том, что среди наших друзей добавилось из нескольких стран, друзья. Вот вы видите, уже три фильма сняты, три серии сняты о диалоге с Канадой. Вот, там получился такой террориат. Я еще, мой земляк, украинец Валерий Александрович и канадка, теперь уже канадка, мина, у которой чистый русский говор, литературный язык. Короче, это наш человек в Канаде, я так образно выражаюсь. И ей надо, чтобы не прививать, на чтобы все было вкусно. Вот. И я практически, тут вот так пересекается та тема и эта тема. Два фильма снял. Сейчас вот я листал вверх, видели. Вот эти фотографии видели, да? Я к чему это? Значит, были комментарии. Один из них просто кто-то взял и прислал ролик. Ролик на, ты забыл, 40 или 50 минут. И там симпатичная девушка рассказывает, можно ли вырастить культурное из косточек и семечек плоды, или это будут дикари. Так. Меня удивило, что я слушал, 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 потом начал засыпать. Потом, мое лицо видно? Нет, сейчас посмотрим. А, нет, не видно. Сейчас, секунду. Вот. И опять слушал, 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 опять засыпал. Мои бесстыжные глазки закрываются. И так и не дождался ни одной фотографии. И чем она меня убедила, я так и не понял. Вот. Это, я помню, фильм старый, советский. Там была такая шуточная сцена, когда он изображает лектора из этого, который читает, якобы говорит, есть молоко без коровы, но не бывает, нет, бывает корова без молока, но не бывает молока без коровы. Вот примерно такого уровня. И тогда я решил продолжить. Вот. Это пригодится и там, где у меня уже три фильма сняты, телемост с Украины и Канады, и здесь третий фильм. Смотрим дальше. Я вынужден об этом говорить. Но я решил ничего не пропускать. И саженца железа, значит, саженца. И черенков, значит, черенков. И скотчик, значит, скотчик. Продолжаем с этого места. Итак. Внимание. Нет, что-то тут было. Ладно. Будем сейчас, ну, сало как сало. Что и пробовать? Что, перчиков не видали? Идем дальше. Выписывал в скотчике абрикосу. В 2007 году. Да, время прошли, годы прошли. Уже получается десятилетие. Но я ничего пропускать не буду. Засадила весь огород, раздавала соседям, отбраковывала. Теперь это большие деревья по 5-6 метров. Так, уточняю, это письмо. Нет. Это папка, в которой собраны данные за последние несколько лет. Несколько лет, подчеркиваю. Кстати, вот видите, это сейчас я не имею права открывать. Там сильно много, видите, лишнего. Там какие-то данные личные. Вот тут видите, слово персики в нижнем углу права. Это как раз мне пишет или украинец, подчеркиваю, земляк Валерий Александрович, или женщина Мина из Канад. Это будет, разговор продолжится. Он бесконечно, потому что у меня утро, у них вечер, у них вечер, у меня утро, мы не можем друг от друга никак это нормально отдохнуть. Но никто не обижается. Итак, вот мы вернулись. Оставила только два. Очень много занимает места на моих шестисотках. А в прошлом году оставшиеся дали небывалый урожай, ветки ломились под урожаем. Спасибо огромное за незабываемые эмоции. Подчеркиваю. Косточки абрикосов, косточки абрикосов, косточки шайбу. Шайбу это уже с другой выбирай. Идем дальше. Так, переслала. Это значит, что сейчас тут было сказать по секрету. Это значит, что Мина прислала мне, должна была переслать, и переслала мне деньги. Теперь там будет особая технология, как мы будем ей собирать посылку. И, наверное, я, возможно, эту посылку даже сделал отдельным фильмом. Почему? Отрекся, но по делу. Итак, надо, чтобы посылка занимала меньше места, надо, чтобы они были подешевле. И все это стоит большие, но они, вы знаете, пусть все. Я жаднее ничего в жизни не видел. И получается так. Сухие позы. Вот такого объема, 10 косточек в песке, вот такого объема, а надо высадить сотни. Это ой-ой-ой, корову, и пришли средний вариант. Будем раз, эти мои уже, уже готовые мои упаковочки, там, где месяц или две недели лежат, семинары будут разрываться, песок высыпаться, свежий песок, но в три раза меньше снова покрываться и отправляться. И когда я сниму фильм, пригодится еще кому-то. Поняли, да? А почему я не имею права отвлекаться? Извините, мои фильмы, мне мало помогают их оплачивать. А получается, раз получу я за эти фильмы, значит, мне и это. Мне и говорить о чем хочу. Перескалькиваешь место на место. Ну, как-то, надеюсь, все это переживут. Итак, косточки абрикоса, косточки, косточки. Спасибо огромное за незабываемые эмоции. Спасибо за вдохновение к прививкам. Это вы меня заразили волшебством прививкам. Теперь в моем саду поселились много сортов, яблони, груши. Некоторые сорта ваши. Это действительно больное счастье ощущать себя волшебницей. Вот она наша волшебница. Вот она. Вот. Вот она. 2007 года. Это 15 лет, 16 лет. Наверное, как пролетел, как у меня, как один день. красотища какая. Яблоки пошли. Ах, какие красавцы. Седап северный. Это мое, значит. Вот самое интересное, да? Такой необыкновенный цвет. Смотрю я, как баран на новые ворота. Думаю, это персики или абрикос. Абрикос или персики. Персики или абрикос. Или персиковый абрикос. Или абрикосовый персик. Видите? Вот она, как сказала, волшебница. Вот представляете, женщина стоит возле этого дерева. А таких должны быть миллионы. А вы знаете, что надо было сделать, а? ей сказать. Ей надо было это самое, взять эту фотографию. Я утрирую. Я ерничаю. Это мое право. Это мой фильм. Вот. Я ерничаю. Ей надо было взять и послать эту фотографию на крупнейший, не буду называть точное название, но кто знает, тот знает, на крупнейший канал, где миллион двести тысяч подписчиков и спросить вот у меня цветет абрикос, а что мне делать с ним? Ой, или персик, персик. Ну, в данном случае не важно. Или абрикос, или персик, или персиковый абрикос. Не важно. Что мне с ним делать? И выпускницы эти в ряде первым делом скажут. А это причем сто процентов. Узять, что это самое, некому этот эксперимент провести. Это сразу отрезали две боковые ветки. Это святое. Не сделать две страшные. раны но отрезают отрезают. Вот. И так далее. Ну, сейчас общипать половину этих. Мне всегда нравится. Такие специалисты крутые. Еще раз говорю, мой фильм, что хочу, так говорю. Специалисты крутые, видя обильно цветущие. Яблони, груши, персик, абрикос говорят. Вы что? Это ж такое урожай будет. Это невероятно. Это ужас. Это срочно, срочно берите и выщипывайте половину. Выщипывайте, оставляйте каждую четвертую. Вот. Вы понимаете? Они боятся, что будет старший урожай и дерево погибнет. И начинают спасать тем, отрывая каждую, не понимая, что отрывая каждую цветок, они делают каждую рану. А потом еще заморозок, так бы, если бы не трогать, вообще не отрывать ни одного, смотришь, было бы, ну, допустим, 50 плодов. А если оторвать каждую пятую и десятую, получится 5 плодов. Или вообще ни одного. Потому что раны, они же на той раны, чтобы дерево загибалось. Вот. А я, да, я должен был отсчитаться, просто отсчитаться. Видите? А я не заодно делаю это как бы учебный фирм. Вся моя, все мои лекции, все мои фирмы направлены не на то, чтобы сказать, как надо делать. Это не хватило бы одного. Вебинара уже 223, а хватило бы одного. Понимаете? Все, сказал, как надо. А вот как не надо, 222 из них. Почему? Потому что учить поздно, переучивать надо. Надо этих темирязевых, этих, которые учили сажать деревья с помощью телеканала Бобер, их надо за парту садить. А еще лучше просто не подпускать садам. Идем дальше. Еще раз обращаюсь. Ребята, на территории ВДНХ были, садились саженцы, при этом велась съемка, показали всей России. На мой взгляд, саженцы были неполноценные. На мой взгляд, обращались с ними неправильно. Я хочу увидеть этот сад. Ведь садили сад как идеально, он должен быть лучше в России. Суперспециалисты садили. Я хочу видеть, где этот сад. Может, кто-то все-таки доберется до ВДНХ. Нина Акимова. Уважаемый Валерий Константинович, пользуясь случаями, выражаю огромную благодарность за чередки и косточки и абрикосы песика. Которые вы мне прислали много лет назад. Сейчас в Среднем Поволжье в городе Ульяновске. Извините, повторяюсь, как-то не выдержал, показал. В городе Ульяновске. Теперь же не только у меня растут ваши крупноплодные абрикосы, перси хазанские. Растут без укрытия. Абрикос один уцелел из пяти взошедших из косточек и оказался самым крупноплодным, крупнее, чем из привитых череками. Понимаете? На рынке покупатели не верили, что эти абрикосы растут у нас и не привоздают. Вот тут помните я, почему один раз все-таки я выделил это письмо и на одном из вебинаров показал, но не выдержал. Вы представляете, человек приносит на рынок ведра с абрикосами и торгует. А его спрашивают, ой-ой-ой, откуда это из Узбекистана, из Молдавии, из Польши. Нет, говорят, сами вырастили, а им не верят. А то, что они не взяли из них косточки, а продавали их в продавали плоды с косточками, просто по цене этих же рядом же далека продавали отравленное из Узбекистана или Молдавии, так это значит, что она продавала золотые яйца по цене простых куриных. Поняли? Аллегорию, поняли? Вот. И дальше пишет. И я, конечно, рассказываю историю их происхождения. Спасибо вам за ваш труд. А потом оказалось, что Троценко это надо было бы для информации. Ну, то есть, я ему нужно доказать, что он же автор моих книг и брошюр. Так же? Не автор, а редактор. Вот. Поэтому я ему что ответил, чтобы это не оказалось мифом, я ему вышел что? Железом Троценко. Павел Николаевич, теперь у нас есть телефон, зовут Нина Акимовна, живет в Ляновске. Вот. А для чего ему нужен был телефон? Правильно. проверить, так ли это. И тогда только это попадает в очередную книгу или очередную брошюру. Поняли? Вот это, я еще говорю, у меня есть такой, нудный, такой, въедливый друг, он же напарник по изданию книг, Павел Троценко. Ну, а теперь давайте, 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 давайте. Вража персиков этого года последние созрели в тени четыре вида. Вот два из них, вы видите? Видите, что покажу? Вот ее фотография. Вот. И, наконец, вот я только, знаете, что, или это к этому же письму, или это самостоятельное письмо, но, скорее всего, к этому же письму, потому что здесь нет ни фамилии, ни адреса. Итак, да, к этому, к этому, персик Хасанский, а тут, да, шрифт такой же, персик Хасанский, выращенный из черенка, прививка на сливу местных. То есть, вы поняли, она привила черенок мой и на сливу, на сливу, получила четыре вида. Идем дальше. А самое интересное, я даже скопировал, еще раз повторю с гордостью на вебинаре. Почему? Ну, посудите сами. Речь-то идет о том, можно ли из семян что-то достойное вырастить. И это же вопрос для Мины. Вот она сейчас увидела, в уголочках ее письмо было. Она прислала деньги. Это значит, она мне поверила. Представляете, каким путем в Канаду попадут семена, а потом вырастут дикари? А? Ну, так же. И риск-то есть. И она меня вдохновила, она, подчеркиваю, вот, чтобы я взял не только ей, там, три фильма уже готовы, посвященные Канаде, а и вот это фактически Канаде. Внимание! Итак, знаете, что здесь написано? Под этой фотографией. Внимание! Абрикос королевский привит на местную желтую сливу. Это уже по себе чуть ли не сенсация. И вот они плоды. Я не говорю, что у нее тут. Давайте по порядку. Представьте себе, что это учеба. Теперь нужно взять ветки этого же абрикоса и опять на сливу. И вот еще раз на сливу, но уже не с одной, все время не с одной, тоже ветки братья-чернки, не с одного дерева, а с потомства. С первого поколения на второе, второе на третье, третье на четвертое. Вот так родилась сенсация, понимаете, друзья? Вот так родилась сенсация. Вот. И вот так появилось вот это вот самое. Вот это вот. Вот так появилось это все. Это несколько поколений последнего первого. Проще паренной леппы. Проще паренной леппы. И теперь вся страна может быть растить это все, не боясь морозов. Ну, заморщики, да, тут неизбежно. Вот. Я не говорю, пять из пяти будет абрикос плодносить. На два, три, четыре года будет. Смотря какая местность. Вот. Это я отвлекся. Как всегда я отвлекся, да. Почему? Потому что увидев, что абрикос на сливы это разные виды, вы увидели прекрасный результат, вы увидели прекрасные плоды. Сенсация еще одна впереди. Вы увидели прекрасные плоды. И теперь берем, переносим раз, два, три, четыре, вторая, на третье, третье, на четвертое. И тогда на местных сливах эти абрикосы будут чувствовать себя как дома. Когда-то я учу бы, ребята, думайте, я отвлекся? Нет. Я думаю, вы должны знать все. Уже, наверное, лет 10 или 20 я же статьи писал. Вот. А сейчас в фильмах три с половиной тысячи, а это я еще не говорил. Первая моя попытка, у меня не было абрикосов по двое. Я привил на китайские сливы абрикосы. Десять прививок, все пошли. Через год их было восемь, еще через год шесть, еще через год четыре. заплодоносили две, несколько лет объедался абрикосами, в это время меманжурцы подрастали еще, эти, ну, как по двое. Вот. И несколько лет объедался, потом осталась одна, и на десятый год умерла последняя слива, нет, умер последний абрикос королевский, привитый на сливу. А ну-ка, он же королевский у него. Ага, королевский. Привитый на сливу. Поняли? Несколько поколений закрепить. Тогда не будет, как у меня, десять, восемь, шесть, четыре, два, одна и ноль. Чтоб этого не случилось, ну, что вы думаете, ему детей, многов кормить этими сливами, а на раз и через края умрет. То есть, сейчас мы с вами пустят для Крис, но разработали еще одну тему. Называется вегетативная гуляризация Железова. Это с направлением по настроению ментора. Жду Новинскую премию. Я еще раз, я иногда сейчас специально буду упоминать, надо же отвлекаться от тех грустных мыслей, которые включившие компьютеры, к телевизору, знаете, что там показывают. Когда-то Владимир Владимирович Путин, до него кто-то хоть шепнет ему, ему не до этого, кто-то скажет, обратите внимание на Железово, потом грохните кулаком по столу и пусть наука займется наконец-то настоящим делом. Отменил Лысенко и Мичурин, отменили целое направление. А сейчас Железово доказал, что это не просто отменили направление, отменили все, перспективу, миллионы садов, абрикосы, персики на территории России отменили. Так, ладно, продолжаю. Увидели, поняли, межвидовые прививки надо закреплять. А теперь еще одна, это консенсация, потому что я должен доказывать, абрикос королевский привит на сливу, а вот это вот теперь, что же это может быть? Вот интригой, ё-моё, ё-моё. Это все это же письмо, да, вы посмотрите, сантиметров пять, да, не меньше. Вот, это сколько они весят? Ну, наверное, грамм пятьдесят, шестьдесят, да, грамм пятьдесят, шестьдесят. Ну-ка, погодите, если тут шесть, шесть, девять, то тут по си килограмм. Нет, грамм по восемьдесят. Вот так вот, А теперь самое главное, клянусь Богом, я ни при чём. Зачем купил, зато продаю. Абрикос, королевский клон, железо, вывесены с косточки, плодотношения на шестой год. Да, пять лет ждали с косточки. Что получили? Дикая? Клянусь Богом, я ни при чём. Вот как было, так всё и складываю. Я не зря клянуть Богом. У в чём угодно, в жизни всяком приходилось. Ну, там, жену, знаете, кто из нас не обманывал. Ну, вы понимаете меня, да? Вот всякое бывало. Но если поклялся Богом, значит, это истина последней станции. Абрикос, королевский клон, железо, вывесены с косточки. А у меня, это, абрикосы сейчас, дамы из Канады, ты, выписал. Вот сейчас. Пусть немного, она всё-таки боится много, да и возможности. когда она сказала, сколько стоит там земля, вот. У нас тоже страшно, потому что в Сибири не дают землю. Они предатели, чиновники, которые не дают людям землю, подсады, не дают. Я сколько примеров горьких приводил. Всё зарастает лесом, пашнин больше нету, покосов больше нету, растут сосны, не дадим, уморём. Такое впечатление, что рядом бы с Александром Матросовым поставить этого чиновника и сказать, вот пулемёт на него, стоит пулемёт, смотрит. Вот. И говорит, дай людям землю, сейчас нажму на гашетку из себя, пододелаю дыр. А он скажет, стреляй, землю людям не дам. Я поставлен для того, чтобы людям землю не дать. Извините, наболело. Вот это чиновничество современное. Вот это могло расти уже в миллионах садах. А почему у них там плодоносит? Да потому что Сибирь. А чё кричать начал? Да потому что давили меня уже эти, самое, сколько горьких писем. Всё знаете, всё разбираться буду. Я отвлёкся, но буду. Человек, двух, плодопитомников уральских, а я их знаю, плодопитомники. Взял, купил саженцев, он не сказал сколько, это его друг мне рассказывал, и посадил в пяти гектарах. Я думаю, господи, что ты натворил? Ой, я уже один открыл, открыл, открываю, думаю, ладно там, думаю, что-нибудь поджетись, черешня. якобы этот притомник, заметьте, я сейчас, я пока не разберусь с ним, я буду туда звонить и записывать разговор. Пока я не разберусь, я не имею права. Но когда я увидел, ну, такая фотография черешня, нажимаю, похоже, я в Яндексе, вот такое вот количество, там половина здесь иностранных, то есть со всего мира, куча сайтов, и наших, и отечественных, и казахстанских, и этих самых, украинских, белорусских, российских, там шрифт латинский есть, там есть арабский шрифт, вот такое количество мелким почерком. Сайтов говорят, что это наши фотографии. А как юральцам после этого проверил? А он-то поверил. А если все сады с юга, потратить несколько лет, потратить сотни тысячи, за его ход за требусть, и они будут умирать, умирать, умирать. Если ты своих садов фотографию не сделал, да есть у тебя этот сад. Мне так страшно стало, ну хорошо, 10 садов, мертвые. 10 миллионов человек по 10 садов, заказал 10 миллионов мертвых, но 10 садов, для каждого отдельного человека, это не смертельно. А он 5 гектаров. Вы представляете, какие расходы, поверьте мне, которого был такой сад, пока они садовали. Знаю, что говорю. Так, друзья, кажется, я никогда не закончил с этими. Ну, тем не менее, и так, выращены с косточки. Вот, уже ради этого стоило фильм делать. Согласны? Идем дальше. Персик Хасанский, черенком на прививку, дал мне хорошо знакомый садов. Почему это письмо здесь? Потому что я хочу поклониться одному уникальному человеку. Персик Хасанский, черенком на прививку, дал мне хорошо знакомый. Это пишет Александр. Он когда-то брал у Железова маленьким саженцем. Я прививки персика сделал на ветке в крону сененца от косточки гибридной алычи сорта шатер. Это учеба. Итак, у него удача с помощью прививки на сенец гибридной алычи сорта шатер. Черенки абрикосов мне давал когда-то известный садовод-опытник из нашей Нижегородской области, из Лукьянова, Северин Михаил Васильевич. Жал, его не стал еще в 9-й день. Ребята, я вот отсюда из этого письма узнал, что Михаил Васильевич еще нет на свете. Один из водаищных садоводов России. А? Соберите 10, 100 академиков. Скажите, поклонитесь Верину. Знаете, что они ответят? А кто это такой? Вот это ждет каждого из нас. Это ждет Латинкова, Боднера. Меня ждет, когда закончится мой жизненный путь. А кто это такой? Ну вот. А Северин мне присылал эти черенки. И я ему присылал. Мы уважали друг друга. Сегодня 9-й день. Но это было тогда еще несколько лет назад. Прививки сортовых абрикосов сделаны у крона жерделия нижнего яруса в Литвее. Верхушки оставляя непривитыми до плодоношения. Но это будем считать технологией. Бывает так, еще раз. Учеба бывает так, что на верхушке в скобках гибрид, сенис, плоды про величие вкус и сочности превосходят многие известные сорта в нашей средней полосе. Еще раз. На верхушке штамп без подопривания. Ну, а если плоды на верхушке оказались мяг, то можно вырезать или привыть. нужно пробовать, испытывать и вести отбор формы. Это уже селекция. Такой абрикос с скобкой гибридом у меня уже есть и назвал его любимый сгорелый. Это для того, чтобы было известно происхождение и создавало путаницы. Вот она, анастасия, анастасия, кастрация этих самых, кастрация тычинок. Вот. И меня это вызывает чувство тостноты и отвращения. Прививать надо. Спасибо, Александр, за это письмо. Вот. Я бы не приобрел, но я же это вставил, когда-то брал железу маленьким саженцем персихасанский. Поняли, да? Так, не много ли я уже долго говорю? Давайте, наверное, ну, еще одно письмо. Засвел мой патриарх, абрикос-ровестник Машеньки, который заказывал у Валерика Вселенщина Железова. Привет, Наталья Засыпкина. Он выращивает шикарные фрукты в Сибири и активно делится своими наработками. Он убеждает, прежде всего результатами, что те методы садоводства, внимание, которые повсеместно распространены и, кажется, незыблемые, подходят только для других стран. А нам надо по-другому. Посадка на холме, другие секреты, щедро расскажут всем желающим и мечтают, чтобы наша страна утопала в садах. Я хочу, чтобы меня помнили. Вот что я хочу. Я жизнь положил на это. Я потерял все. Я вложил в этот тот сад все, что у меня было. Душу, силу, деньги. Оказался на пожарище. После этого стал селекционером на простом дачном саду. Добавил, заплатил 2 миллиона за 4, из 10 соток сделал 50 соток. Добавил 2 миллиона, потерял 2 миллиона. И как же я их потерял? Я заплатил. Заплатил. И теперь у меня вот то самое, вот то самое, уникальное. Вот это вот. Это может стоять потери. И спасибо. Спасибо, Наталья, огромное. Вот. И вас зацвел абрикос кровесник Машеньки. Машенька, видимо, это дочка от Патриарха. Ну, Патриарх, еще раз, плоды будут 20-30 грамм. Они будут кисло-сладкие, они будут кисло-сладкие. На некоторых, как у меня, потомки, то есть, косточки я поросил, выросли порядка 15 деревьев и получили все разные, а на двух была абсолютно сладкая. Вот, посмотрим, что будет. У нее теперь есть ровесик ее дочки. Ну что, друзья, на этом остановлюсь. Длинные фильмы вы не любите. вот, да, я уже это, третий фильм подряд, сейчас пойду давление мерить. Я почему-то очень волнуюсь, я сжигаю себя, и некоторые говорят, что вот это моя энергия, это как бы не зараза, а как бы как бы не заражает, а заряжает вас. Я на это надеюсь. давайте попрощаемся, это будет кино номер 3. А так как, вот посмотрите, что тут делается, вот я боюсь это все показывать. Это тихий ужас, и в том числе многое из этих, в том числе многое из семян. Вот. Все это мы должны посмотреть, и ведь это не все, я все физически не мог. Все, друзья, давайте это, помните, первая серия начиналась вот с этой картины нашего национального героя. Мне так понравилось, что человек, национальный герой, монах, погибший за родину, изображен садоводом, вот именно садоводом. Посмотрите, рядом стоит топор, это топор не дрова рубить, это боевой топор, это врагов рубить. А враги у нас были, если будут, на этом откладываюсь ненадолго, наверное, до завтра. До свидания.